Скелет собаки, анатомия черепа, строение ребер и внутренних органов. Для ответственного владельца собаки знание анатомии четвероногого друга никогда не станет лишним. Данная информация поможет понять нюансы его воспитания, поведения, а также предрасположенность к ряду заболеваний, что поможет оказать грамотную первую помощь. Общая характеристика, чтобы облегчить понимание анатомии собаки, условно ее части тела собаки разделяют на четыре основных составляющие, а именно. Голова. К данной части относят мозговую и лицевую зоны, а также органы чувств. Шея. Различают верхнюю и нижнюю области. Туловище. Данная категория более расширена и считается от холки и до хвоста. Конечности. К данной категории относят передние и задние лапы. Скелет собаки в развернутом виде. Внешние данные собаки, ее части тела и их расположение, которые присущи породе и полу, называются. Экстерьером и выглядит как подпись породы. Обратите внимание. Помимо общего представления, хозяину собаки не помешает изучить учебник, автором которого являются Фольмерхлс и Фривейн, где приводятся. Схема и расположение всех органов животного. Практический учебник расценивают как пособие для собаковода. Скелет или костная система. Конечно, изучение данных анатомии пса начинается со строения скелета собаки. Скелет собаки, это основа, за счет которой существуют все внутренние органы и мышцы пса. Каждая составляющая скелета нуждается в особом рассмотрении. Череп собаки, строения, различают лицевую и мозговую части, в составе которых находятся парные и непарные кости. Парные кости. Лобная, теменная, височная, резцовая, нижняя челюсть, носовая, нюбная, скуловая, верхнечелюстная, слезная, череп пса в развернутом виде с пояснениями. Непарные кости. Межтеменная. Решетчатая. Кленовидная. Подъязычная. Сошник. Крыловидная. Затылочная. Важно. Череп собаки состоит из 27 костей, которые соединены с помощью хрящевой ткани. Чем старше питомец, тем сильнее хрящи костянеют, а подвижность головы сохраняет только нижняя челюсть. Различают три вида собачьих черепов. Долиха циэфалический. Представителями являются породы левретки, грей-хаунды и другие. Брахи циэфалический. В данном случае это мопс, карликовый шпиц, йоркширский терьер, чихуахуа и другие. Мезо циэфалический. Встречается у лаек, овчарок, а также у породы такса и другие. К сведению, третий вид составляет примерно 75% всех пород. Различия становятся видны в строении лицевой части. Так, к примеру, у брахи циэфалических пород морда, имеет приплюснутую форму, а челюсть выступает вперед. Такое строение собаки оказывает воздействие на состояние ее здоровья. В ветеринарии выделяет основную причину, связанную с дыхательными путями. Строение конечностей. Сложным строением отличаются лапы собаки. Так, подушечки служат амортизаторами. Они уменьшают нагрузку на кости и суставы пса и позволяют ему сохранять баланс. В составе подушечек имеется значительная прослойка жировой ткани, благодаря которой животные даже в самую холодную погоду не мерзнут. На пальцах имеются фаланги, и их описание заслуживает отдельного рассмотрения. Так, четыре пальца имеют три фаланги, а один всего два. На передних лапах имеется пять пальцев, а на задних четыре. Также существуют рудиментарные пальцы, то есть внешний, который располагается на задних лапах выше ступни. Нагрузки на них не происходят, но они характеризуют знак качества некоторых собак, к примеру, брияров-бассиронов. Важно, за состоянием ногтей питомца хозяину следует следить особенно тщательно. Так, слишком длинные ногти мешают ходьбе и даже могут деформировать скелет. Красивые лапки пса в увеличенном виде. Строение туловища. Туловище собаки включает позвонковый отдел и ребра, которые соединены между собой. Ко всему этому крепится скелет. Хребет пса состоит из четырех составляющих. Шейные позвонки. Грудной отдел. Поясничный отдел. Крестцовая кость, которая переходит к хвосту и заднему проходу. Строение позвоночника. Тело питомца состоит из оси туловища и ребер, которые образуют скелет. Позвоночник формируется из нескольких отделов. Шейный. Грудной. Поясничный. Крестцовый. В основе хвоста 20-23 подвижных позвонка. Именно ребра являются защитой для сердца и легких и в зависимости от типа породы имеют различную изогнутость. Позвонки поясничного отдела крупные, за счет чего к ним надежно крепятся мышцы и сухожилия. К сведению, часто многих собаководов интересует, сколько ребер у собаки. Грудная клетка состоит из 13 пар ребер. Строение зубов. Зубы служат для измельчения полученной пищи и защиты хозяина. Рождаются собачки на свет без зубов. Прорезаются они только в возрасте 2-3 недель. Зуб, появившийся в этот промежуток, является временным. Он выпадает в возрасте 4-5 месяцев, и только после этого начинают появляться постоянные. Комплект зубов образуют. Весцы. Их насчитывают 6 штук. На каждой челюсти. Клыки, по двум на обеих челюстях. Примоляры. На обеих челюстях их насчитывают по 4 штукам. По 2 маляра на каждой стороне верхней челюсти и по 3 нижней. Общий вид зубов взрослой собаки. Органы чувств или анализаторы. Пожалуй, каждому хозяину собаки известно, что такие животные слышат лучше, чем любой человек. Да и обоняние собаки находится на самом высоком уровне. Но о каждом органе чувств нужно иметь более подробное представление. Строение уха. Звук доходит до питомца за счет наружного уха, а затем он переходит в среднее ухо и заканчивает путь во внутреннем ухе. Наружное состоит их ушной раковины, благодаря которой он и слышит даже самые тихие звуки. За ушной раковиной следует слуховой канал, состоящий из нескольких частей. Горизонтальный. Вертикальный. Большую роль в слуховом аппарате играет барабанная перепонка, благодаря которой слышны акустические волны. В состав среднего уха входят слуховые кости собачки, благодаря которым барабанные перепонки и внутреннее ухо присоединяются к мембране. К сведению, внутреннее ухо обеспечивает слуховые рецепторы и содержит вестибулярный аппарат. Ухо собаки в приближенном виде. Реализация слуховой деятельности. Строение носа. Нос позволяет собаке иметь связь с окружающим миром. Животное резко реагирует на запах, что позволяет его использовать не только в мирных, но и служебных целях. Животное запоминает запах хозяина и узнает его, даже когда по каким-то причинам не может увидеть. Важно. Существует 125 миллионов рецепторов обоняния у животного, а у человека только 5 миллионов. Чувствует пес запахи за счет ноздрей. Большой процент воздуха питомец получает через боковые вырезы на носу. Также в носу имеется слизь, благодаря чему он и остается влажным. Состоит он из наружного носа и носовой полости, которая включает в себя несколько частей. Верхнее является хранилищем обонятельных рефлексов. Нижнее служит связующим звеном, через которое поступает воздух, проходящий к носоглотке, где он и согревается. У лабрадоров повышенное обоняние. Строение глаза. Глаз состоит из роговицы, хрусталика и сетчатки. В отличие от человеческого зрительного органа он не снабжен желтым пятном. Это делает зрение собаки чуть хуже человеческого. Обратите внимание, по сравнению с человеком животное намного лучше видит в темноте. Видит собака с помощью роговицы, в которую проходит луч света. Далее он попадает в сетчатку. Кореглазая собака. Изображение глаза в увеличенном виде. Внутренние органы. Конечно же, анатомия собаки не ограничивается скелетом и органами чувств. Особенное место занимают в анатомии собаки внутренние органы. Изображение внутренних органов пса в развернутом виде. Пищеварительная система. Берет начало от ротовой пасти, куда поступает еда. После пищи продвигается по пищеводу и доходит до желудка, где и происходит переваривание поступившей еды. Желудочный сок и ферменты перемалывают еду в однородную массу, которая носит название зимус. Далее в работу включается тонкий кишечник, который взаимодействует с поджелудочной железой, 12-перстной кишкой и печенью. Стенки тонкого кишечника передают поступившие вещества в кровь. Следующим на очереди толстый кишечник, куда переваренная еда и поступает. К моменту попадания в толстый кишечник все полезные витамины, минералы и другие вещества уже получены. Из остатков отработанной пищи формируются каловые массы. Кровеносная система. Главным кровеносным органом у собак, как и у людей, является сердце. За счет артерий кровь поступает в каждый внутренний орган, а по венам циркулирует к сердцу. Расположено сердце между 3 и 6 ребром перед диафрагмой. Сердце состоит из четырех камер и делится на правую, где циркулирует венозная кровь, и левую части, где течет артериальная. Части сердца в свою очередь подразделяются на предсердие и желудочек. Стенки сердца состоят из внутренней оболочки, эндокарда, наружной эпикарды и сердечной мышцы миокарда. Важно! Размер и темп его сокращений зависят от породы, пола и возраста питомца. Дыхательная система. Органы дыхания обеспечивают поступление кислорода. Дыхательная система состоит из двух отделов. Верхний состоит из носовой полости, носоглотки, трахеи и гортани. Нижний состоит из легких и бронхов. Физиология в данном случае следующая. Воздух поступает через ноздри, причем их величина зависит от породы собаки. В носоглотке поступивший воздух проходит процесс согревания, а носовые железы выступают в данном процессе в роли фильтра, который отбрасывает грязь и пыль. Поступивший воздух далее продолжает движение по гортани. После него следует трахея, затем воздух доходит до легких, где содержатся кровеносные сосуды. К сведению, в среднем в минуту собака делает 10-30 глубоких вдохов. Маленькие породы дышат чаще, чем большие. Частота вдохов может увеличиваться в зависимости от эмоций, которые испытывает животное, и выглядеть этот показатель может по-разному. Система органов мочевы деления. Органы мочевы деления собаки предназначены для того, чтобы опорожнялся организм и поддерживался приемлемый уровень водно-солевого баланса. В почках образуются гормоны, которые контролируют гемопоэтин и ренин. Именно поэтому нарушения системы органов мочевы деления приводят к ряду заболеваний и нередко к летальному исходу. Выделительная система. Деятельность выделительной системы зависит от почек. Почки работают с мочевым пузырем посредством мочеточников и заканчиваются мочеиспускательным каналом. Главная задача выделительной системы – выведение из организма мочи. Почки снабжены нефронами, которые окутаны кровеносными сосудами. Чем старше животное, тем чаще могут встречаться проблемы с данным внутренним органом. Репродуктивная система. Репродуктивная система переплетается с выделительной. У кобелей мочевыводящий канал является семипроводником. Кроме семенников, у кобелей имеется простата, которая обеспечивает жизнь сперматозоидом. Половым органом самок является матка. Матка собак оснащена рогами, которым крепятся яичники, маточные трубы и влагалища. У сук бывает дважды в год течка, но зависит она все же от вида породы. Обратите внимание, у северных пород течка бывает раз в год и длится 28 дней. По окончанию самку можно вязать. Мышечная система и кожный покров. Мышечная система отвечает за активность собаки. Выделяют три вида мускулатуры. Гладкая. Проходит по стенкам всех кровеносных сосудов. Поперечно-полосатая крепится к скелету. Сердечная. Мышцы собаки. Мышцы окутаны нервными окончаниями, которые передают сигналы в мозг пса. Кожа, как и система мышц, имеет ряд функций. Она реагирует на любые изменения, происходящие с питомцем, и регулирует температуру тела. Она пронизана сосудами и железами, а на поверхностном слое находятся корни волос. Знание анатомии питомца облегчит жизнь его хозяину, ведь не всегда можно понять причины беспокойства своего четвероногого друга, а так, имея представление о работе внутренних органов, можно своевременно оказать ему помощь.